Доброго всем дня, друзья! Меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Как вы помните, в прошлой части мы перешли военные детали, перед этим сделав два мгновенных перехода. Сегодня я бы хотел повторить этот успех, и для этого у меня есть четыре вот таких вот крутых ящика, которые мы сейчас откроем. Давайте начнем вот с этого и посмотрим, что нам с него выпадет классного. На самом деле, без записи я тоже открыл пару сундучков, и мне на комету выпала просто идеальная ракетница, которую вам сейчас покажу. Сейчас мы все ящики откроем, и вы ее увидите. Дальше открываем этот ящик, посмотрим, что из него крутого выпадет. Неплохая пирамида, проныра. Так, ну вот мне выпало на две звездочки военные, кстати, циркулярка тоже неплохая. Ну, блин, не так много выпадает эпичных деталей, на самом деле. Было бы классно, если бы выпадала хотя бы не одна, а две, например. Было бы круто. Ладно, смотрим дальше, что здесь нам выпадет. О, катер! Кстати, он мне для кое-чего понадобится, и на самом деле он выпал прям идеальный. Это очень хорошо. Так, комета на четыре звездочки, классика. Блин, я уже очень сильно жду классику на два крепления, потому что я хочу играть именно ей. Она очень крутая, она, ну, реально офигенная. И, блин, не знаю, мне бы хотелось ее юзать. Так, близнецы, кстати, выпали неплохие на титан, но титаном, увы, я не играю. Так, и открываем последний наш ящик. Давайте посмотрим, что из него выпадет. Ковшик, пила, близнецы. Ну, блин, что-то здесь вообще ничего классного, зато здесь уже будет точно не один эпик. Ну, наверное, два будет, да? Ну, вот еще классика для Бигфута выпала. Ну, да ладно. В общем-то, неплохие такие ящики у нас были. И давайте, наконец-таки, посмотрим на мою крутую комету. Посмотрите просто, какая на нее крутая мне выпала ракетница. В общем-то, я выбил ее из какого-то сундука. Я даже, на самом деле, не помню из какого, но она мне выпала на комету. И я еще ее прокачал на ставках. И теперь она плюс 45%, если на комету. Также у меня остались те же близнецы, которые я никуда не могу прокачать, потому что, ну, блин, они на проныру, и как бы ничего с ними не поделаешь. И вот такой вот мне выпал классный ролик, который я тоже на ставках немного прокачал. И сейчас эти вещи тоже стоят на ставках, так что они все более-более сильнее будут прокачиваться. По процентам будет, на самом деле, очень классно. Что мы сейчас делаем? Мы, наверное, прокачаем мою вот эту вот ракетницу. В общем-то, я даже, на самом деле, не знаю, чем ее прокачать. Но, наверное, вольем в нее вот эту пилу. Не знаю, поможет она мне или нет. Так, дальше вольем вот эту пилу. Это у меня на валун, кстати, пила. Ну, на самом деле, летуна пока что не хочу делать. Так что давайте будем потихонечку повышать уровень. Также у меня здесь есть такая вот легендарная, кстати, циркулярка на проныру. Я ее тоже, пожалуй, волью. И она так уж немного что-то уровня-то прибавляет. Дальше снова циркулярка на валуна. У меня вообще можно было идеального просто прыгуна сделать. Давайте вот это тоже вольем. И у меня еще плюс 51 атаки. Почти 1000 атаки. Но давайте мы сделаем как раз-таки больше 1000, чтобы, ну, мне этого хватило. Посмотрим, что у меня там еще есть по вещам. Есть такой вот лазер. Он у меня на проныру. Мы его, наверное, пока что оставим. И вольем вот этот вот лазер. Он, кстати, на комету. И, блин, не очень-то и много он прибавляет. Дальше смотрим. Вот такая вот есть пила. Ее тоже вольем. Дальше у меня там еще какие-нибудь фиговинки, наверное, есть. Их тоже можно будет влить. Типа дрели там и тому подобное. Так, это что у меня? На проныру? Ну, думаю, тоже было бы неплохо влить. Мне нужно вливать вещи именно с такими вот бонусами, чтобы они более-менее много так прибавляли. А здесь это уж все, наверное, продавать можно будет. Ну, деревянные вещички пусть остаются. Ой, извините, тут у меня уведомление пришло. Так, ну, еще вольем, пожалуй, вот это. Так, ну, по атаке вроде бы все окей, 1034. Теперь мне нужно прокачать немного корпус, потому что у меня колес как раз-таки для кометы. И если мы сейчас неплохо так эту комету вкачаем, то по здоровью будет все достаточно неплохо. Так, сейчас мне нужно продать вот эти вот, давайте продадим все дрели, которые мне не нужны, потому что денежек у меня уже немного. И, блин, можно будет, наверное, их чуток продать. Итак, ребята, в общем-то я закончил с прокачкой нашего танка. И посмотрите, я на самом деле не очень сильно прокачал атаку, потому что вливать что-то вот в эту ракетницу на самом деле не очень выгодно, так как ей очень мало прибавляется опыта, чтобы повысить уровень. А вот в это вливать вообще нет смысла, так как, ну, она вообще на проныру. Я прокачал немножечко корпус практически максимального уровня, он у меня стал, еще ему один уровень, и все как бы. Ну, там у меня уже деталек-то толком не хватает для этого, так что я решил оставить именно так. Надеюсь, этого хп будет достаточно для того, чтобы мне победить. И я верю в то, что мы сможем перейти этот этап мгновенно. И... нет, нифига не хватает, блин. Дальше давайте с этим хотя бы посмотрим. О, этого побеждаем, отлично. И все. Мы только одного пока что победить не можем, и там буквально чуток не хватает. Ну, давайте посмотрим еще раз, у кого ракетница ближе. У нас ближе две ракетницы, так что если я прокачаю еще на один уровень мой танк, то, может быть, мне как бы хватит здоровья, но я в этом на самом деле не уверен. Ну, давайте попробуем. Если все-таки получится, то будет очень даже замечательно. Если не получится, то можно будет влить вот один ящик со здоровьем. Он у меня как раз-таки тут есть, и прибавляет он аж 200. Но сколько стоит его влить? Давайте посмотрим. 23200. Ну, блин, на самом деле даже не знаю, может быть, что-нибудь такое продать. Ну, давайте продадим вот этот реверс. Потом продадим этот ковшик. Эти я все деревянные детальки оставлю. Потом нитру у меня есть для титана, который мне точно не пригодится. Дальше нитра для лунохода. Два одинаковых нитра. Я все это продаю. И, блин, ну, наверное, это нитра я тоже продам. И все, у меня 32 тысячи. Можно сразу не заморачиваться и просто этот комплект здоровья влить в наш корпус и отправиться уже в бой. И посмотрим. Тогда мы уже точно должны мгновенно перейти этот этап. Хорошо то, что здесь нет каких-то таких жестких прям летунов, чтобы они прям так меня мочили спокойно и побеждали. Так, отлично. Все, мы его побеждаем. У меня еще есть, кстати, близнецы. Из-за этого мы этих все-таки летунов наказываем. Но если бы был какой-нибудь летун помощнее, чем, ну, не знаю, я там намного, и атака у него была мощная, то тогда бы мы, наверное, спокойно проигрывали. Потому что не так уж у меня и много атаки в этих близнецах. В основном вся атака в моей ракетнице сосредоточена. Окей, ребята. Один этап мы уже проходим. И сейчас посмотрим, что у нас там дальше. Надеюсь, то, что и второй этап, ну, получится пройти. И там не будут такие уж мощные противники. Но хотя, на самом деле, у меня уже деталек не так уж и много. И, может быть, даже придется ставить запись на паузу. И, как бы, набить немножечко ящиков. Так, вот это, кстати, достаточно мощный такой летун. Ну, это уж про ныра. Но, все-таки, вообще, у него все военные детали. И он такой мощный, на самом деле. Хотя, только-только перешли на эти военные детальки. А у него уже их так много. Ну, прям весь корпус, все колеса и тому подобное. Так, ну, это вроде побеждали, да? Отлично. Ну, все. Последний наш чувачок, которого мы сейчас выигрываем. И идем в следующий этап. Я, на самом деле, даже не раз не слышал песенку, которая здесь поется за победу. И я такой думаю, типа, почему у меня нет песенки? Из-за того, что я перехожу в следующий этап чемпионата. И я понял то, что у меня просто музыка в настройках игры отключена. И из-за этого у меня, как бы, нет песенок. И я такой, ну, окей. Ладно, смотрим. А здесь у меня динамит и бекончик. Наверное, я динамит возьму. И смотрим. Супер ящик мне выпал. О, валун наш на три крепления. Ну, на самом деле, циркулярка вот неплохая выпала. Ее тоже можно будет куда-нибудь влить. И диск для катера. Ну, даже не знаю, ничего для кометы такого прикольного не выпало. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь по противникам. Так, ну, этого мы, скорее всего, выиграть не сможем. А, нет, хотя смогли. Ну, ладно, повезло. Так, с этим мы легко справляемся. Тут всего лишь два выстрела нам нужно сделать. Дальше. Ох ты, нифига себе. Если бы не ваншот наш, то он бы нас с двух выстрелов спокойненько бы убил. Так, ну, тут недостаточно игроков для мгновенного перехода. И, блин, я даже не знаю. Так, этого мы побеждаем. Надеюсь, никто танк не изменит до того, как здесь полное количество народу накопится. И будет все классно. Так, этого мы тоже побеждаем. Аж три слота. Это вообще полная жизнь. Ой-ой-ой. Ага, все окей, побеждаем. Дальше. Титанчик идет. Мы его тоже побеждаем. Но пока что все очень даже неплохо в этом этапе чемпионата. Вот с этим тяжело, наверное, будет. Ну, нет. Хотя тоже смогли. Ну, хп у него просто так нормально. Так, а вот с этим я даже не знаю. Ну, с одного выстрела у меня не убил. Кстати, у него ник еще локи. Так, с этим, с этим, с этим, с этим. Ну, побеждаем. Хорошо. И что? Тут одного чувака всего лишь не хватает для того, чтобы мгновенно перейти этот этап. Это на самом деле хорошо. Сейчас кто-нибудь один появится, и мы мгновенно просто перейдем на изи. Так, появился кто-нибудь? Нет, еще не появился. Блин, что так подлагивает-то игра? Блин, на самом деле тупо тоже никто не появляется. Если бы появился, мы бы спокойно на следующий этап уже перешли. Но надо ждать, ребята, надо ждать. По-другому здесь никак. Ну, ладно, ждем. Пока что можно сходить в быстрые бои. Посмотреть, что там есть у нас по противникам. Так, ну, это вроде бы мы должны побеждать в двух выстрелах. Можно, кстати, понабивать немножко сундучков. Пока вот тут вот будем играть. Тоже будет достаточно неплохо. И рейтинг тоже на объем. Кстати, у меня практически уже миллион рейтингов. И на самом деле это очень классно. Так, с этим я не зря, надеюсь, начал. Не зря. Отлично. Мы его побеждаем. Это вообще бот Лефт Котович. Он мне очень часто попадается. Так, ну что, смотрим, кто-нибудь появился новый? И нет, еще поиск игрока идет. Блин, там еще так много народу в сети. И на самом деле даже я не знаю. Может мне пока что секретный мой танк, который у меня супермощный, сменить на какой-нибудь слабый. Вот на такой, например. И когда появится новый противник, и как бы, ну, от меня не будут ожидать то, что у меня есть такой мощный танк. Хотя, наверное, уже многие со мной сыграли и увидели то, что я достаточно мощный. Так, ну что, там две защиты в чемпионате. Смотрим, новенький появился у нас. После каждой игры, на самом деле, не очень прикольно смотреть. Но что поделать? Мне нужно это сделать все как можно быстрее, чтобы я смог перейти. И там тачку под меня никто не сделал. Чтобы мне не прокачиваться и спокойненько как бы перейти. Было бы неплохо. Так, еще одну коронку добыли тоже хорошо. А защиты в чемпионате у меня все идут и идут. Денежки все копятся и копятся на самом деле. Где же этот последний пятнадцатый игрок? Блин, я уже устал его ждать. Что-то очень долго он так к нам заходит. Быстрее бы кто-нибудь перешел мгновенно там прошлый этап и к нам его перекинул. Я такой спокойненько бац-бац его убил. И все, как бы, мы все перешли. Блин, у меня там звездочки еще, наверное, потихоньку забирают. Хотя нет, что-то как-то не очень не забирают их. Защиты идут, а звездочки у меня не забирают. Очень странно, очень странно на самом деле это все. Так, здесь у нас спрот. Надеюсь, никто мгновенно не сможет перейти, кроме меня, чтобы потом еще одного игрока не ждать. Чтобы все было, ну, как еще раз повторюсь, как можно быстрее. Вот, мне это как бы нужно. Я такой, хоп, перейду и все будет круто. Надеюсь, что мне выпадет легендарный ящик за мгновенный переход. Потому что что-то мне уже очень много раз подряд выпадает обычный супер ящик. И это на самом деле не очень классно. Тут вообще какие-то мощные чуваки в быстрых боях попадаются по сравнению со мной. Это жесть какая-то полная. Так, давайте проверим. Появился кто-нибудь? И никто не появился. Как же долго ищется один игрок? Блин, иногда полный чемпионат просто заполняется там за несколько секунд. А иногда, блин, одного не можем найти. Три года на самом деле. Уже аж я набил 10 побед подряд. И тут у меня уже накапливаются эти коронки. А вот сейчас мне, кстати, не очень повезло. Походу за то, что мне до этого повезло 4 раза подряд супер ящик выпал. Мне сейчас вообще не везет с этими деревянными ящиками. Они мне просто выпадают, ну, подряд. И как бы, блин, вообще супер ящиков нет. Так, дальше у нас еще один слабый противник, которому мы сейчас убиваем. Хотя это вообще бот. Я этот ник уже несколько раз встречал. Так что здесь ничего удивительного. Так, ну что, у меня может кто-нибудь звездочку заберет? Отлично. Кто-то забрал звездочку у меня. Но этот парень, кстати, мощный, да. Я уже с ним тоже играл. Я еще напугался, типа, то, что он нас может выиграть. Я его ник запомнил. Но почему у нас не появляется новый наш противник? Это очень долго, на самом деле. Что-то я даже не знаю. Может быть, видосик пока что поставить на паузу. И как он появится, я как бы продолжу. А пока что я буду сидеть, набивать вот эти вот коронки. Итак, ребята, мы продолжаем. Наконец-таки у нас появился новый последний пятнадцатый игрок. Вот он здесь новенький на последнем месте с какими-то иероглифами Ники. И, собственно, смотрите, ребят. Я тут пока что все это ждал. Я аж серию из девяносто побед набрал. На самом деле это очень классно. Также вот я набил здесь несколько коронок. И можно будет потом еще, если что, открыть один ящик. Так, берем нашу комету обратно. И смотрим, что у нас по противникам. Надеюсь, мы их спокойненько всех сможем выиграть. Так, ну этого чувака, который у нас новенький, мы спокойненько вообще забираем. Дальше у нас еще какой-то, кстати, достаточно мощный чувак. И только бы ему немножко хп там и времени, он бы нас спокойно смог убить. Локи мы забираем, которого уже забирали. Этого, ой, а этого я не помню на самом деле. Что-то прицепился к нам на задницу, но мы его убили. Хорошо. Вот этот был мощный достаточно. Но мы его также успеваем. И вроде бы остальных мы можем. Да, все отлично, ребята. Переходим одной и той же тачкой. Просто два этапа подряд, не улучшая, вообще ничего не делая. И это очень классно. Можно даже сказать и сделать из этого вывода то, что в прошлом все-таки этапе чемпионата у нас были достаточно мощные противники. И из-за этого нам пришлось неплохо так прокачать тачку, что аж на следующий этап хватило. Ну, либо просто в этом такие слабые противники попались. И мы тут все очень легко сейчас сделаем. Так, отличненько. Этого тоже забираем. И сколько? Еще двоих. И все. Мы в следующем этапе, ребята. Надеюсь, все-таки мне выпадет в этот раз легендарный ящик. Блин, а этот чувак, кстати, прокачался. Тогда мы, кажется, его ваншотили. Я на самом деле даже не помню. Но вроде бы это так было. И... Оу, да, ребята. Это легендарный ящик. Наконец-таки долгожданный, как я и хотел. Давайте посмотрим, что нам выпадет. Очень надеюсь, что какое-нибудь крутое колесо или на какую-нибудь крутую детальку. Так, из этого я возьму котенка с классной челкой. И тут у нас катер. Луноход. Шкив. И ракетница на проныру. И, кстати, это на самом деле очень даже неплохо. И можно будет попробовать в следующей части уже начать играть какой-нибудь проныр. И только самое главное найти какой-нибудь прикольный для этого корпус. И, на самом деле, ребята, на этом ролик подходит к концу. В следующей части мы начнем играть уже новым танком. И я даже не знаю. Может быть, в этом мы сможем пройти три этапа подряд. Но это было бы, на самом деле, просто чудо какое-то. Но все-таки давайте попробуем. Так, но этого мы точно не забираем. Он нас ваншотит. Так что дальше, наверное, даже, ну, смотреть нечего. Потому что здесь уж понятно то, что двоих мы уже не забрали. Так что и дальше нам играть нечего. Мгновенно мы точно не перейдем. Ладно, ребята. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Надеюсь, что ролик вам понравился. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока-пока.